С приходом похолодания отапливают не только жилые дома и объекты социальной сферы, но и общественный транспорт. Профильный департамент сообщает, что в этом сезоне обращений от горожан относительно обогрева салонов меньше, чем в прошлом году, поскольку транспортные предприятия сработали на опережение и отопительные системы включили раньше. Автобусный парк предприятия, выполняющего перевозки по муниципальному заказу и муниципальным маршрутам, начали готовить к зимнему периоду еще с начала октября. В машины заливают специальные жидкости с личным составом водителей руководство проводит дополнительные инструктажи. Утром отопление в автобусах включают сильнее, чтобы они успели прогреться после ночи. И когда в салоны войдут первые пассажиры, им уже было комфортно. Когда будут совсем низкие температуры, когда будет мороз, 20-30 градусов, мы всегда просим личный состав водителей, чтобы они подъезжали на остановку и оперативно закрывали двери. Если даже кого-то нужно подождать, они закрывают сначала дверь, а потом открывают, чтобы воздух не выходил теплый. Водители тоже не мерзнут. Им выдают зимнюю экипировку, а под сидением располагается печка. Что касается пассажиров, температуру в салоне можно регулировать. Кому-то жарко, кому-то холодно. Подходите к водителю, обращайтесь. Мы можем прибавить, можем убавить. Наземный городской электротранспорт, как и автомобильный, отапливается в полном объеме. В муниципальном предприятии ТТУ подготовка к отопительному периоду началась с сентября. Этому предшествовала соответствующая работа, когда заблаговременно на предприятиях в депо проверялась исправность работы, чтобы в каждом салоне печка работала, чтобы пассажирам было тепло и комфортно. И как только погода стабилизировалась на таком уровне, соответствующий приказ был подписан по предприятию муниципальному, и отопление пошло в салон. Пассажирам тепло, пассажирам комфортно. Ну и, в общем-то, так, наверное, и должно быть, чтобы поездка была в условиях, когда ты не дрожишь от холода. Приемка подвижного состава водителям осуществляется по регламенту за 15 минут до выезда из депо. Водитель при явке в депо включает вагон для его прогрева и начинает его приемку. В 5 минут греется новый подвижной состав. В районе 15-20 минут греется Татр. Пассажиры Самары заботу о себе ценят. Более комфортнее стало. То, что включают вот сейчас в такие прохладные погоды, это я считаю, что хорошо. Не очень, чтобы сильно включали, но я думаю, что это необходимо просто. С включением отопления стало ездить комфортно, тепло. Это очень актуально на данный момент. Пассажиров просят соблюдать технику безопасности. В частности, не ставить ноги на разогретые завалинки. Кроме того, попадание влаги с обуви может привести к короткому замыканию и неисправности отопительной системы. Специалисты также поясняют, в осенне-зимний период расход электроэнергии на предприятии наземного пассажирского электротранспорта повышается почти в два раза и составляет в среднем порядка 40 миллионов рублей в месяц. Однако заранее позаботились и о расчетах с поставщиками. Ситуация выправляется. Аванс за электричество уже выплачен, чтобы в дальнейшем финансовая нагрузка не возрастала и претензий в части финансовых отношений не возникало.